минок сидел очень часто мы его вспоминаем и пожалуй он добился своего сегодня речь пойдет именно ним о минок сидели не забывайте подписываться на канал ставить лайки если вам нравится мои видео и вы поддерживаете мои работы колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски напоминаю также что теперь доступен телеграм-канал ссылка находится в описании где выходит оперативной информации особенно что касается ответов на ваши вопросы там же мы с вами общаемся и в общем-то видео годно просмотру на полуторной или даже на второй скорости сегодня речь пойдет о минок сидели я отношу себя к ленивому борцу скажем так с облысением что это значит я не хочу каждый день думать о своих волосах если это несет какие-то отрицательные эмоции или же стресс я тот кто хочет разобраться и решить проблему в общем то сразу так вот и на сегодняшний день самые действенные для меня лично средства и это мой выбор первое это система волос второе это пересадка но даже изучая два моих любимых скажем так способа я просто постоянно натыкаюсь на минок сидел кто-то его активно пиарит кто-то относится с опаской я же в свою очередь как не особо заинтересованное лицо стараюсь составить свое личное собственное субъективное мнение и в общем-то поделиться уже со своими выда выводами именно с вами и о том что я сам думаю об этом о аминок сидели я не планирую его использовать на себе так как собственно не нашел пока ни одной причины для этого зачем же тратить или не тратить деньги и время на минок сидел давайте разбираться для начала в мат части кто-то написал однажды в комментариях что это супер средство и она не выгодно клиникам практикующие пересадки волос почему ведь клиники очень заинтересованы и в результате своих операций и если какое-то дополнительное средство поможет этому еще лучше в этом мне кажется есть логика более того любая клиника это коммерческая организация целью которой является заработок продавая тот же минок сидел в довесок она может зарабатывать еще больше то есть вроде бы логика такая тем не менее пообщавшись с клиниками я сделал для себя первый свой вывод что они собственно негативно скорее относятся к минок сидел чем даже просто нейтрально а может быть это как раз таки из-за того что я сам их спросил об этом потому что до этого ни одна клиника мне как бы аминок сидели то есть ни слова не говорил когда же я сам спросил получил определенные ответы и вот что же говорят клиники что это раздражитель подобные многим и другим в том числе могут относиться почти бесплатные там народные какие-то средства от бабушки рецепты и так далее только этим нужно заморочиться цель же их 1 раздражать и вызывать приток крови это в свою очередь вроде бы как и дает определенный рост волос давайте теперь перенесемся от логики простой обывательской логики к медицине минок сидел это сосудорасширяющий гипотензивный препарат побочным действием которого является стимуляция роста волос при этом каким образом он запускает механизм роста волос до сих пор неизвестно адекватных исследований на эту тему также нет потому что их вот просто не проводили однажды фармацевты создали минокс для лечения язвы желудка а он ее не лечил но оказался способен бороться с повышенным с повышенным давлением и только потом заметили кое-какой побочный эффект этим побочным эффектом оказался рост волос тут конечно как бы трихологи нашли оправданной своей функциональности и взяли на вооружение хоть что-то чтобы собственно их работу признали полезно и начали его назначает всем подряд как когда-то кока-колу помните эту историю назначали тоже от всего и от головной боли и от болезней и от чего бы там не было а еще поняли на этом что можно же собственно еще и зарабатывать мол вау миноксидил лечит а облысение тут лысые ребята в стрессе начали пить и лить на себя миноксидил и не могли собственно не нарадоваться потому что пошел какой-то рост только в 90 процентов случаев после этого происходит всегда к разочарования причина просто это не препарат который лечит это сосуда расширяющие и деньги кармане уменьшающие бы сказал так средства запомните эту простую истину ведь показали одну сторону миноксидила рекламную это которая собственно это была не основная функция миноксидила и умолчали при этом о самом главном первое организм привыкает миноксидил и смысла его лить на себя но совсем немного чтобы и дальше миноксидил расширял сосуды придется лить на себя его все больше больше и больше все чаще 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 выбирать все большую большую концентрацию этого самого миноксидила получается что вы можете начать с низкопроцентного содержания 2 процента затем же 5 потом 10 15 и так далее второе организм привыкает миноксидилу как наркотику и если вы перестаете использовать миноксидил волосы реально начинают выпадать еще более активно ведь организм уже привык и когда вы отнимаете у него своеобразный топпинг получаете результат отсюда еще больше стресс и еще больше миноксидила плюс вы добавляете какой-нибудь еще дополнительного яда для своего организма там для ваших гормонов известно второе средство или что-то еще и тогда уже дорога собственно необратима какой вывод я делаю для себя сам миноксидил это средство которое вас еще быстрее при приблизит собственно к моим ленивым способом система волос и или пересадки волос единственное что вы в этом пути потеряете больше времени на стресс и разочарование а еще и заплатить за это придется и это даже не говоря о побочке миноксидила который видимо нужно будет записать отдельно ролик и мы об этом тоже дополнительно поговорим если он будет это интересно итак время делиться вашим опытом пользовались ли вы именно к сиделам что я в этом слышали знаете от ваших знакомых друзей планируете ли делитесь своими мнениями в комментариях также не забывайте что у нас есть теперь телеграм-канал где мы это все обсуждаем разговариваем с вами и скажем так собирается постепенно наша комьюнити подписывайтесь и владеть и самой оперативной информации пусть